Теперь следующий очень важный момент. Многие специалисты до сих пор ассоциируют такую альтернативную историю для этих институтов. Но мое изучение историографии показывает, что это были не чуждые профессионалы, которые имели научные степени и звания. Следовательно, не приходилось говорить о непрофессионализме или отсутствии необходимых знаний и науков. Речь шла об инструментальном историческом мире, представляющем собой конструкцию, создаваемую с помощью современных научных технологий. Для противопоставления суровому и трагическому реальному миру, мира идеального, к которому следовало стремиться. Скажу вам, что это продолжается и поджим. И сегодня все это наблюдается в истории. Почему я об этом говорю? Потому что вот те, кто пишут статьи на Википедии, должны все это четко осознавать. Особенно из Википедии много же статей по национальной астрографии. История этого народа, истории другого народа, третьего и так далее. И вот там все эти мифы, вот там-то они и находят себе место. И до сих пор. Показательно, что некоторые историки вступают на этот путь не в силу внешнего принуждения. Сегодня это происходит добровольно. Они видят в этом долг служения своему народу. И вот при этом они нередко оказываются перед лицом неразрешимых противоречий, которые вытекают из невозможности гармонично совместить научный методолог и веро-седаичный фактор. С одной стороны, с потребностью удовлетворить это национальное чувство интереса, с другой стороны. Понимаете? Либо одно, либо другое, как вы вязать и то, и другое не получаются. Иными словами, обнаруживается, что идеальный образ непогрешимой академической и исторической науки на практике искажается интересами и эмоциями, накладывающими своеобразно отпечаток на те или иные исторические построения. Вот это и объясняет нам, почему построение национального мифа оказывается иной раз причастным не только дилетантам, но и признанным специалистам. Иными словами, крайне отучистой наукой и историческим мифам оказывается весьма осыпным и легко преодолимым. Я скажу больше, вот частью моего проекта и моих исследований был мониторинг школьных учебников по истории. Вот где лечатся вот эти все мифы. Потому что любая эмоциональная история – это национальный миф. Это национальный миф. Но миф не в смысле бы того, что это фантазия исключительно. Нет, миф на лучшем смысле. В том смысле, что ведется определенный отбор фактов. Одни факты, на одних фактах делается акцент, другие факты не учитываются. Факты интерпретируются особым образом, делаются особые акценты, даются особые акценты. И вот так и выстраивается национальная история. Так вот, из всего, что я уже сказал, следует, что историческая память не ограничивает традиционной историографией, а охватывает гораздо более широкий круг сюжетов, связанных с социальной памятью. И именно поэтому анализу подвижит деятельность не только специалистов-историков, но и интеллектуалов в целом. А вот это постоянно вызывает недоумение и недовольство моих критиков, которые в изучении действий телесантов, а нам ведутся историками и представляются кощунцами. Мало того, в дело здесь вступает защита чести мундира. Специалисты с энтузиазмом встречают работы, направленные против лженауки. И к таким работам у них претензий нет. Но как только анализ затрагивает более глубокие пласты и более тонкие материи, связанные с деятельностью самих специалистов, это моментально вызывает жесткую негативную реакцию. Поседать несвятое нельзя, по-другому. Между тем, федерализм, в основе которого лежит технический фактор, неизбежно вызывает в жизни то, что можно назвать это национальным мифом. Его создание требует усилий многих местных специалистов. Ведь республики отличали гидрогенным этническим составом. И наличие титульных народов, пусть и формально, не закрепленные конституционно, ввело в ситуацию этического неравенства, которая выражалась в самых разных областях, начиная с тележа государственных постов, до сверхобразования, трудоустройства, организации отдыха. Создалась ситуация неформальной этической дискриминации, порождавшая напряженность во взаимоотношении соседних инических групп. Одни из которых старались всеми силами сохранить приобретенные большими усилиями высокий статус, а другие пороли за повышение своего статуса. Эта борьба делась, прежде всего, между бесскими элитами и временами выплескнула снаружи в виде самых разнообразных произведений, взывающих исторической памяти. Ведь легитимация республик требовала некременного обращения к прошлому, ибо каждый титульный народ обязан был иметь свою самобытную историю, доказывающую его право на политическую субъектность в рамках установленных территориальных границ. Но не всякое прошлое приветствовало с властями. Поэтому каждый местный историк, занимавшийся написанием истории своего народа, оказывался в положении солдата на минном поле. Любой неосторожный шаг мог стать последним. Но я имею в виду с советского временем, конечно. И вовсе не случайно регулярно прокатывавшиеся по стороне компании борьбы с национализмом железные последователи ударяли историкам и художественной интеллигенции, которые обвинялись в идеализации прошлого и врославлении, в скобках, отмечу, неправильных предков. Примечательно, что любая такая компания вела к новому витку переписывания истории и нередко к поиску новых предков. В результате чего в местной историографии можно обнаружить нескольких разных образов предков популярных в те или иные периоды советской истории. Вот я с удивлением, когда я занимался закавказскими вещами, я с удивлением обнаружил, что азербайджанцы с 1918 года сменили пять разных предков, причем кардинально пять разных предков. Совершенно не похоже к узнанку. Короче, я занимаюсь не историей, я занимаюсь историей образов истории. Понимаете разницу? И социальную и политическую роль вот этих образов истории. Я этим занимаюсь, как профессиональный технолог, и много, как раньше так это называлось, потому что мне очень важно понять, что происходит с миром эргетическими отношениями. Так вот, все это составляло проблему, заслуживающую тщательного анализа. Она имеет прямое отношение к таким областям знания, как, вот я перечисляю такие уже устоявшиеся названия, социальная память, историческая память, социальная история науки, и социальная критика науки. На Западе все это продуктивно изучается вот уже в течение нескольких десятилетий. Но у нас до сих пор малоизвестно и нередко встречаем непонимание. Этому прежде всего противостоят специалисты, преданные своему делу, и потому не допускающие даже мысли о том, что на них самих или коллегах могут оказывать влияние какие-то предковерящие факторы, лежащие за пределами научной проблематикой. Но не стоит понимать идеологические заказы прощенно, как это делают некоторые мои критики. Лишь частично речь шла об иных указаниях партийно-правительских органов. Но нередко инкурс поступал и до сих пор поступает. Вот это важный момент. Из самой окружающей среды, в связи с какими-то животрепещущими событиями. Ученый ощущал его своим гражданским чутьем и, откликаясь на такой вызов, он потерял соответствующие ему тематику исследования. Речь шла и до сих пор идет об этнонациональных эмоциях, которые так или иначе поддаются даже специалистам. Вот это-то и составляло и составляет искомый фактор, ставший стержнем этих исследований. И вот почему я, будучи этнологом или в западном понимании культурно-антропологом, занялся историческим дискурсом, что вызывает разгрожение и неприятие у многих моих критиков. Но и здесь я должен вспоминуть, что я закончил историческим факультетом. Как известно, историю у нас понимают очень широко. Туда входит и этнография, и археология. Я кончил кафедру археологии. Я поначалу, я был профессиональным археологом, со мной где-то 20 полевых сезонов. И настоящих полевых сезонов. Так что такое археология, я понимаю хорошо. Я много лет занимался этнографией по старому, этнологией по новому. У меня очень большой опыт, я занимался в разных регионах, в том числе. Я изучал литейцев-клинингов на Аляске, и мне приходилось изучать айнов на Хоккайле. Такого опыта в нашей стране ни у кого больше нет. Ну а историей я занимаюсь профессионально. Нас очень хорошо учили в родной истории, если я вас уверен. Поэтому я могу заниматься всем этим как бы одновременно. Потому что такое исследование по необходимости имеет междисемплинарный характер. Ведь с одной стороны, объектом исследования служит профессиональная деятельность историков, ну а также археологов, этнологов и отчасти лингвистов. А также и непрофессиональная деятельность интеллектуалов, озабоченных реконструкцией давных прошлых. Но с другой стороны, надо было проанализировать, в какой мере и каким образом такая реконструкция находилась под воздействием этнополитической среды, и отвечала ее чаями. И если в советские годы связи между построением местных историков и этническими теми приходилось так или иначе скрывать, то с падением советской цензуры выражение этнических эмоций получило долгожданную свободу. И они полностью овладели местной историографией. Ну хотя имеется исключение. Тогда немало специалистов открыто участвовали в национальных движениях и выработке их идеологических программ. Мало того, теперь некоторые реконструкции прошлого стали составлять в костях местных этно-идеологий, направленных на раздувание Мердонской розницы, этническую конфронтацию, что в конце 80-х, первой половины 90-х которых выглядело весьма угрожающе и неоднократно приводило к серьезным конфликтам в воздух кровавых войн. Иными словами, изучение политики прошлого или войн памяти оказалось очень актуальным. Но это-то и вызывает раздражение у многих моих критиков, которые предпочли бы, чтобы эта болезненная тематика осталась за рангами обсуждения. Мердон тем, в таком плане образ прошлого никем и никогда в отечественной науке не изучался. Вот скажу вам, что лет 10, чуть больше, по институте всеобщей истории есть группа, очень неплохая, которая тоже занимается социальной памятью. И они выпустили уже до десятка очень интересных книг сборников трудов. Но они занимаются чем угодно. Они занимаются античностью, они занимаются средневековой Европой, они занимаются памятью в Соединенных Штатах. Но не памятью в нашей стране. Но не памятью в постсоветском пространстве. Этим практически занимаешь я один. Но иногда еще какие-то сборники выходят на такие одноднеджники. Потому что это чревато. Потому что тут ты балансируешь практически на проволоке. Но как бы то ни было, я начал с нуля. И только источники, и проблематику, и подходы к их изучению пришлось разрабатывать практически заново. Поэтому хочу немножко поделиться с вами вот этим опытом. Источниками этого исследования служат как объективированная материальная память, так и память в действии. Что это такое? К разряду объективированной памяти относятся историография, школьные учебники, публикации в СМИ, выступления политиков, программы политических партий, музеи, кинофильмы, моментальные памяти, произведения художественного творчества. Все это очень интересные образцы памяти. И это далеко выходит за рамки вот такой традиционной историографии.